Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники, меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами о том, какую листву не стоит использовать для мульчирования. Ну, вроде мы на эту тему уже разговаривали, да, липу не стоит использовать для мульчирования и заделки в почву для приготовления листовой земли, не стоит использовать тополь, поскольку он является переносчиком ржавчины луковых растений и так далее. Мы об этом, орех надо использовать с аккуратностью, с осторожностью, особенности использования листвы, об этом говорили. Но все-таки вопросы остаются. Вот многие сейчас, кто живет в города, городские жители обращают внимание на то, что коммунальные службы сгребают листву, активно сгребают ее в куче, и, конечно, создается соблазн такой своеобразный пойти с черными мешками, ну, например, как вариант, нагрести, нагрести, нагрести эту листву и использовать ее для компостирования или для укрытия грядок или там для всего прочего, что, в общем, очень хорошо с точки зрения поддержания плодородия почвы и предохранения ее от эрозии. Но хорошая ли эта идея? Вот абсолютное противопоказание в отношении использования листвы для мульчирования и для компостирования – это произрастание ее в городских условиях. Все дело в том, что городские насаждения, и это не секрет, накапливают значительное количество токсических веществ, пыли. Это не только от дороги резиновая пыль из-под шин, и это не только выхлопы всевозможные, там, сажа и так далее от транспорта. Это всевозможные промышленные предприятия, которые действительно создают неблагоприятные условия не только для жизни человека, но и для жизни растений. При этом обилие зеленых насаждений помогает действительно очищать воздух. Чем активнее очищается воздух насаждениями, тем больше этих вредных веществ накапливается в листьях. Даже в массивах крупных парков, в центре этих крупных массивов с древесными насаждениями, листва все равно остается не такой уж безопасной. Ну, казалось бы, можно взять эту листву и закрыть розы, подмульчировать хризантемы, любые цветники, поскольку там пищевые растения не выращиваются, и это не чесночок и лучок там закрыть, или подзимние посевы овощей или цветов. Однако, многие токсические вещества имеют тенденцию как вертикальной, так и горизонтальной миграции. Поэтому вот здесь вот розочку укрыл, а здесь бурочки, свеколку посадил, ну, не пройдет этот номер, да. Лучше всего, в принципе, подобного рода субстраты не тащить к себе на участок. Очень многие опасаются, что подзимнее мульчирование любыми материалами, будь то листва со своего участка, или лесная подстилка, или же стебли и все остальное будут способствовать увеличению количества слизней на участке, потому что будут способствовать лучшей их перезимовке. В этом есть действительно большая доля правды, и верно, что люди этого опасаются. Но мы должны всегда соблюдать разумный баланс между необходимостью сохранять плодородие и бороться с вредителями, в том числе слизнями, там, где их очень много. Земля, когда промерзает, когда она кучами, такими гурбами остается, неразбитыми, невыровненными, она действительно хорошо промерзает, и это действительно является препятствием для избыточного размножения не только слизней, но и других вредителей. При всем том, сидерация, листва, мульчирование и так далее защищают нашу почву от эрозии и тем самым одновременно способствуют развитию очень многих вредителей. Вот для того, чтобы не бегать между двух огней, то ли мульчировать, то ли не мульчировать, то ли мульчировать, то ли не мульчировать, вы просто возьмите и примите для себя схему. Вот одну зиму мульчируете, другую зиму, или три зимы мульчируете, на четвертую землю оставляете голой, без сидератов и просто вот такую вот перекопанную большими глыбами. В этом случае периодическая вот такая санация почвы от вредителей, в том числе от слизней, с одной стороны, не позволит размножаться этим вредителям слишком активно, с другой стороны, в промежутках между вот этими мероприятиями вы будете иметь шанс приумножать плодородие почвы, предохранять ее от излишней эрозии. Не надо впадать в крайности, не надо впадать в сектанство, да, если мульчировать, только мульчировать, если не мульчировать, только не мульчировать. Поэтому нужно просто сделать, к этому вопросу подходить разумно. Ну, а что касается, чем мульчировать, чем угодно мульчируете, только не городской листвой и не какими-то, ну, из других мест листву, там вдоль оживленных трасс не нагребайте, там, где есть риски накопления, там, высоко токсичных веществ. На этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok